Мастер года 2023 это конкурс профессионального мастерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках конкурсных заданий электрики собирали электронную схему, сантехники на время систему отопления. Для сварщиков конкурс проходил в два этапа – теория и практика. Их практическим заданием стало произвести сварку по образцу. Целью этого конкурса действительно является популяризация, повышение престижа, высококвалифицирован от удара наших работников, рабочих профессий, ну и пропаганда, мы видим тут много студентов присутствует, именно специальности рабочих направлений. Участники боролись за победу в пяти номинациях – лучший сантехник, лучший сварщик, лучший штукатур-маляр, лучший дворник, а также лучший электрик. Участники у нас – это все действующие работники наших управляющих компаний, городского хозяйства. У них конкретное задание по сборке, по их специальности, то есть это сборка электрической схемы, это реверс, пуска. Победителей выбирали не только по скорости работы, но и по качеству. Лучшим сантехником стал Сергей Будаев. Мы собирали сейчас сборку батареи, отопительные приборы, все сейчас проверяем. Все вроде так ничего сложного, каждый день с этим связываемся, батареи устанавливаем. Лучшим сварщиком признали Евгения Киселева из управляющей компании «Лотос». Лучшим штукатур-маляром – Наталью Козыреву из УК ЖУ-1. Электриком Сергея Медведева из УК РОС. А лучшим дворником стала Лариса Армаева из УК ЖУ-1. Именно они представят советский район на городском этапе конкурса. Татьяна Усольцева, Евгений Павлов, Алексей Ромашов. Новости дня. Продолжение следует... Продолжение следует...